1 марта исполнилось 70 лет Виталию Высыгысову, государственному и общественному деятелю, человеку, который 7 лет возглавлял Мирницкий район в переломные и безденежные 90-е. Он прошел путь от слесаря до начальника цеха обогатительной фабрики, победил в первых выборах главы Мирницкого района, избирался в два созыва Госдумы и руководил четвертым созывом Илтумена. В Мирном Виталия Николаевича помнят и любят, на днях его поздравили с юбилеем в администрации района. Бывшего коллегу, руководителя и наставника честовали первые лица районной и городской администрации, представители компании «Алроса», депутаты районного совета и другие. Сам юбиляр в ответном слове и в интервью нашему телеканалу отметил, что хоть и бывает в Мирном нечасто, но до сих пор считает Мирницкий район своим домом. Виталий Николаевич, вы сюда, в Мирный, приезжаете все-таки как гость или как себе домой? Ну, видишь, ну, если глубже взять, то, конечно, я домой приезжаю. Это вот сюда, в ста километрах поселок Тасырях, где я родился, где жили. Мой дед, отец, мать, братья. Ну, сейчас, как везде, многие разъехались, но кто-то все равно остался. Ну, а город Мирный, это вообще третья фабрика на горизонте, где я проработал 14 лет. Лроса, ну, и город, город Мирный, поэтому приезжаю как себе домой. Ну, а сегодняшнее состояние, как бы, делаете гостем, потому что я не здесь живу уже. Ну, вот вы в одном из своих интервью буквально недавно сказали, что третья фабрика вон периодически снится. Давно там были на самом объекте? Года два назад, по-моему, я был. Ну, походили, посмотрели, везде я побывал. Ну, не знаю, почему это действительно так. Слушай, мне ни разу никогда не снится Государственная Дума. Ну, хотя, казалось бы, там такие политические бори бушуют, но тем не менее администрация Мирного, сколько тут прожито, сколько тут было волнений, сколько, каких только событий тут не происходило. Как-то прилетел из Тасюряха, захожу, а, иду к себе в кабинет, и почему-то в коридоре народу много, приемные, много народу. Ну, я проскочил, и потом секретаршу Львов Александр вызывает, что вообще, почему тут народ собрался. Так вот, Аня Николаевич говорит. Поэтому по правительству, говорит, из танка пуляют. Включаю, и как раз там вот в те времена вот такие вот были времена. Ну, вот в то время, на ваш взгляд, что сложнее было в 90-е годы найти деньги для района или все-таки найти понимание у народа по происходящему? Ну, насчет денег-то мы быстро поняли, что там власти практически в государстве не существует. Она развалилась, а новой власти нет. И вот поэтому мы решили, что тут самим надо как-то выпутываться. То есть, ну, как-то товарообмен, все-таки, все же там, люди должны были кушать, предприятия должны как-никак вот работать. Ну, для компании было сложно то, что ему надо было громадные товарные ресурсы для работы в зимнее время привезти. И у них тоже нет, было время, алмазы лежали, а вывезти их не разрешали. И вот поэтому, ну, всяко различные векселя, облигации, займы, ну, кто чего. В каждом поселке, в каждом предприятии были там какие-то деньги, Шерманки, Осиповки, там всякое разное. Даже вот эти казначейские векселя республики мы тут крутили, тоже давали в кредит, чтобы налоги заплатили. Ну, как-то так вот выжили. А что помогло выжить? Ну, я думаю, что все-таки ответственность людей большинство-то уже понимало. Хотя, ну, мог произойти, ну, если бы кто-нибудь был бы, как вот в Москве, в центре, кто-то бы разжигал. Вот идите, вот сидят, их надо снести, и будет все. Нас бы, конечно, не снесли. Ну, к нашему счастью таких не было. Люди понимали, что со своим руководством, то есть с нами, если мы будем вместе и будем организованы, только тогда будем выпутываться, будем выживать, потому что зимой надо поселки топить, улицы надо чистить, на улице должно быть светло, дети должны ходить в школу, люди должны ходить в больницу, питание и так далее. Она же никогда не останавливается, какая бы власть ни была, и вот его как-то надо было расшивать, организовывать. А где было проще? Там, на производстве или в политике? Не, ну, каждое там разное производство, там, где техника, там, где технология, там, где промышленная, индустриальная дисциплина, на третьей фабрике, как обогатительные фабрики, ну, конечно, было проще. Там у каждого функциональные обязанности, каждый должен делать то-то, то-то, то-то. С этой точки зрения у нас больших-то проблем никогда не было. Компания, ну, в то время Треск-Якут-Алмаз, обогатительная фабрика номер три, была укомплектована достаточно высококвалифицированными руководителями, рабочим классом, одним из лучших, наверное, в стране. Ну, у всех в советское время была проблема. У нас не было ресурсов никаких, ни денежных, ни оборудования, ну, запасные части, то, что вот периодически меняется, чего только не выдумывали. Я даже помню, механика наша из промблока редуктора выдавливала изношенную часть шестерни пресса, потом его разворачивали, вдавливали обратно, ставили. Ну, она, конечно, надолго не работала, но нам надо было хоть два часа, хоть десять часов, лишь бы, чтобы работа не встала. В этом плане, как вы оцениваете то, что сейчас происходит в Алросе, то есть, на ваш взгляд? Ну, я всегда говорю, что вот у Алросы, как бы, основание, фундамент, это горнобогатительные комбинаты с их персоналом, с опытнейшими руководителями, ну, а наверху там бушует буря, одни приходят, другие уходят, начинается ревизия пят, это непрофильное активо. Конечно, она отражается на производстве, но, тем не менее, вот это вот комбинаты, основа компания «Алмаз Россия Сахар», она поддерживает его на достаточно высоком уровне. Я считаю, что и руководство компании, и компания, ну, вот, на рыночный период тоже пришли очень достойно. Вот мы пытались 30 лет строить подземный рудник интернациональный, вот в рыночное время им удалось построить 4 подземных крупнейших рудника, и сегодня они обеспечили себя сырьем, преемственность трудового, технологического всего процесса, но они сегодня во всеоружии. Конечно, нам бы хотелось, чтобы эту компанию не трогали, давали бы ему развиваться. Но у нас, вот на самом верху, у нас вот такое вот руководство, у них только одно на уме продать, эти проданные деньги проесть, и потом искать, что еще продать, но кто так живет. Нормальный хозяин никогда так не сделает. Тем более сегодня, когда цены на все предприятие упали практически, ну, как говорят, их капитализация упала почти в 3 раза. и в это время подешевка избыть компанию, это я считаю, что это на самом деле преступление. Есть мнение, что Якутии нужно воспитывать свои рабочие кадры, свои промышленные кадры. Я знаю, эта работа начиналась не вчера, много лет назад, сегодня, как вы оцениваете, сегодня. Мы смогли переломить эту ситуацию? Я не смогли, еще не смогли. Сейчас же как бы идет смена поколений, идет, ну, как-то так вот получилось, что Запад готовится уже, как говорят, четвертой технологической революции. То есть на Западе уже есть производства, которые могут вообще без человека работать. То есть материальные всякие разные оборудования могут производиться вообще без человека, у человека должна меняться функция вообще как человека. А в это время у нас где-то так с 19-го века 18-го века есть производство, особенно много в сельском хозяйстве, ну, а наши дети, наша молодежь, она вся соприкасается с этим делом, она в развитии, в моральном нравстве, она уже там, а мы его тянем куда-то в ЖКХ, куда-то в сельское хозяйство наших ликудских селок. И вот это противоречие нам не удается. Наши дети хотят заниматься компьютерами, хотят заниматься программированием, работать в банках, работают учителем, работают врачом, ну, а мы говорим, нет, давай, иди в этот. Ну, эти же либералы же говорили, чтобы вернуть человека в действительность, нужна шоковая терапия. то есть человек поголодает и пойдет тогда работать на любое место, на любое производство. Ну, я не думаю, что это так вот возможно. Но общим усилием общества, наверное, такое понятие, как рынок труда, он же существует, и этот рынок труда, он же, видишь, как работает? Те, которые живут полностью в шоковой терапии, приезжают, все работают на строительстве, где наши не хотят работать, работают в жилищно-коммунальном хозяйстве, где наши не хотят работать, даже в больнице, где наши тоже не хотят работать. Ну, а наша образованная молодежь в большей мере работает в магазинах, там есть продавцы с двумя высшим образованием и так далее. Вот такая у нас это беда наша. Вот как сделать так, чтобы наша молодежь жила в сегодняшних наших условиях, на сегодняшнем нашем производстве хотела работать, а не жила в тех мечтах или там на уровне где-то запада. Вот сегодня какое у нас противоречие, какое у нас проблема сложная. Вот заговорили о молодом поколении, не могу в этой связи вас не спросить, как человек опытного в этих делах. У нас сегодня в управлении республикой есть смена, есть молодые люди, которые действительно будущие лидеры республики. но я уже пожилой, чуть ли не старый человек, поэтому все старики говорят брюзжат, и всем недовольны. Ну так она в жизни, так бывает, вот проблема отцов и детей, она обязательно должна существовать. Вот как-то я недавно опять в который раз перечитываю Гумилева. Ну это единственный автор, ученый, который исследовал развитие этносов, наций и народов за все годы существования человечества. и он прослеживает, когда этнос или нация или народ растет и потом уменьшается и в конце концов исчезает. И даже сегодня нет народа, который бы существовал в 10-12 веке, их уже нет. И вот он говорит, что проблема вот если есть проблема отцов и детей, то это развивается, что у него есть будущее. А тот этнос, у которого нет, это и проблема. То есть молодежь похожа на нас, чего мы хотим, то этого народа нету будущего. Поэтому мы должны радоваться, что наши дети не похожи на нас. То есть проблема есть. Да, проблема на жизнь на твою жизнь. Проблемы должны быть. Ваши коллеги здесь, в Миринском районе, отзываются о вас, как о мудром руководителе. И в этом плане как раз-таки для молодежи есть какой-то кредо или совет от Басыгысова? Ну, у меня таких особых тайн я всем говорю нету. Просто надо больше доверять молодежи. Они адаптируются к новым порядкам, новым проблемам, новым условиям быстрее, чем мы. Доверять им, чтобы они сами действительно что-то управляли, чем-то управляли, чтобы они видели результаты своего труда, они чувствовали, что это была их задумка, что эта задумка отсуществлена. Если это будет сделано один раз, в следующий раз будет сделано еще лучше, в третий раз он уже станет профессионалом, в четвертый раз он уже будет двигаться вперед. Поэтому меня научил, но он тоже не учил меня, это просто он показал меня своими поступками ко мне, это к нам на третью фабрику пришел Костолев Василий Иванович, никто его особо не считает каким-то выдающимся руководителем, но он сделал меня, ну просто вот говорит, Виталий, у меня даже нету высших образований по обогащению, поэтому я инженерными делами и так далее я не буду заниматься, я буду заниматься снабжением, в ту пору самое главное было у нас снабжение, ну и деньгами буду добывать юкуталмазы, а все остальное ты будешь решать один, никого не спрашивая, ни за кого не прячась, я буду только с тебя спрашивать, все, меня развязали руки, я стал руководить и с тех пор до сегодняшнего дня поступали так, доверяли людям, молодежь руководит, и она растет, я никого специально не подбираю, они сами растут. У вас, в вашей биографии очень много должностей, которые мы, журналисты, называем народный избранник, да, это депутат, это представитель народа, вот, как вам кажется, сегодня поменялись ли приоритеты, что главное у человека, который занимает такой статус, у которого доверен такой пост? Я, наверное, какой-то несколько особенный человек, потому что в советское время к таким делам подвигали другие люди, то есть это в советское время партийные руководители, это вот, когда я работал на третьей фабрике, мне казалось, что это мое любимое место, для чего я учился, ну, а тут вот Иван Кириллович Демьянов, вот его портрет среди первых секретарей Министерской горкома КПСС, говорит, нет, говорит, тебе надо идти в партком. Я неделю не спал, слушай, я даже не знал, я только-только начал узнавать, кто такой первый секретарь Министерской горкома партии в то время, ну, мы особо не интересовались производством. Ну, а потом вот в сегодняшнее время меня тоже приглашает Михаила Федорович, говорит, давай, говорит, иезжай, Виталий, главой администрации Мирнинского района. Я говорю, да вы что, почему я тут? Мне казалось, что это, я не смогу. Ну, а потом проработал восемь лет, он говорит, давай, говорит, тебе пора в Государственную Думу. Я говорю, как, да вы что, свет на мне клином сошелся, ну, как я рядом с Собчаком буду стоять, что я буду рядом с этим Жирновским. Все там такие ораторы, в то время мы же как сериалы смотрели, эти съезды Верховного Совета и так далее, и так далее. Ну, вот, поэтому я, наверное, как бы попал в тот момент, когда старая перемещалась, сменялась новым, ну, а сейчас-то тут никого тут удерживать не приходится, сегодня сомневающихся нету, молодежь приходит, говорит, я пойду, говорит, в депутаты Государственной Думы. Все, точка. Или я буду президентом республики, я буду бороться за это дело. Ну, это может быть хорошо, вот я же говорю, что если наша молодежь будет похожа на нас, то будем считать, что наш конец скоро не так недалек. Ну, пользуясь тем, что сегодня ну, наверное, увидят медницы, ну, вот я пришел своим мирницам, своим землякам, ну, вот, год своего 70-летия, оказывается, время идет так быстро, мне казалось, что я совсем недавно приехал сюда работать после Свердловского горного института, и совсем, мне кажется, недавно было, как мы тут работали на обогатительной фабрика, это номер три. Ну, а потом вот эти годы перестройки, замены социально-экономической, экономической формации, социально-экономического строя советского, где, как говорят сегодня, демократическое. Ну, вот все эти годы вот мне пришлось жить с мирницами. Ну, вот я вот в интервью говорил, что вот мы вместе пережили вот эти вот сложные годы. И я горжусь мирницами, что вот так вот мы из этого состояния с честью вышли. И до сегодняшнего дня мирный показывает образец. Я рад за мирницей, за руководство города, за руководство компании, за работников компании «Алмаз Россия Саха». Ну, жизнь она есть, жизнь всегда, жизнь ставит какие-то проблемы. На то и существуют сегодняшние люди, сегодняшнее поколение, которое его будет решать не так, как мы, но несколько по-другому в сторону развития. Мне остается лишь еще раз поздравить вас с этим юбилеем, с этой круглой датой. И большое спасибо вам за интервью, за ваши ответы. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok